Вот, ты знаешь, я вспоминал сегодня вот второй сезон этого сериала House of Dragons, продолжение Игры Престолов, и вот там все герои, я смотрю очень внимательно, я очень люблю этот сериал, там все герои настолько отвратительны, что когда прилетает дракон, и вот этот Дракарис, и он там огнем всех их сжигает, какое-то такое на душе облегчение. Вот так мы прилетели, наша авиация прилетела в Худейду, и раз, и там, в общем-то, вроде бы до сих пор горит, но вместе с тем хуситы говорят, что порт уже возобновил работу в полном составе, и что все теперь у них нормально. Что там сегодня в Худейде, насколько они восстановились, насколько они восстановили снабжение оружием, или это вранье и попытка держать добрую мину при плохой игре? Во-первых, с одной стороны, безусловно, это та самая мина, при игре довольно неважно, тем не менее, насколько я понимаю, весь порт Худейда не был уничтожен полностью. Ну, то, что если мы говорим о нефтехранилищах и связанных с нефтеперерабатывающими мощностями связанных моментов, то там, да, то, что горит и то, что уничтожено в полном порядке. В хорошем смысле слова, краны, которые, краны и вагоны управления, вагончики управления кранами, безусловно, выведены из строя, однако, если вывели не все краны, то кое-что работает. Вообще, в случае, когда речь не идет о буквальном смысле тотальной войне, то принята такая есть такая стратегия, кстати, в Израиле любят эту стратегию, более того, ее иногда, я считаю, злоупотребляют во всем, что касается месседжей. То есть, когда противнику уничтожается не буквально вот все, что можно, чтобы ему нечего было терять, а уничтожается часть чего-то, то есть, собственно, передается такое послание, что с вами может случиться, если вы продолжите в том же духе. Так вот, насколько я понимаю, по порту в Хадейде был нанесен очень серьезный удар, серьезнейшим материальным ущербом, который привел к, ну, скажем так, отказу функционала заметных мощностей в этом порту, однако, не то, чтобы он был полностью уничтожен и прекратил свое существование. Кое-что восстановимо достаточно быстро, но я полагаю, что, когда речь идет о кранах, то вопросы, даже если будут поставки, то это вопросы месяцев многих, а может быть даже и больше, естественно, нефть сгоревшую не оживить. Я думаю, что Израиль должен был оставить себе в своем арсенале возможности дальнейшего воздействия на хуситов и непосредственно в Хадейде, в первую очередь, и во многих других местах. Эти возможности оставлены. Хуситы получили очень чувствительный удар с точки зрения военно-экономической, в первую очередь, однако сказать, что контрабанда иранского оружия, например, через этот порт прорвется, было бы неправильно. Иранское оружие вообще, например, доставляется такими небольшими полурыбацкими корабликами, доставляется мелкими порциями, достаточно регулярно, но мелкими порциями, в том числе и разного рода компоненты. Но баллистическую ракету на маленькой лодочке не перевезешь? Баллистическую ракету, во-первых, не совсем лодочки, во-вторых, баллистические ракеты, даже они разбираются на многочисленные составляющие, и вот тогда уже получаются не совсем маленькие лодочки, но отнюдь не очень крупногабаритные грузы. Кое-что йеменцы собирают у себя, нельзя отказывать им в этих компетенциях. Речь идет, на самом деле, о квази-государстве с населением более 20 миллионов человек, среди которых есть и масса специалистов с техническим образованием, кстати, получившим даже в Советском Союзе, и с научными степенями, и подпольными, и неподпольными производствами. Если уж в Газе производят и производили много чего интересного, то Йемен это газа умножить на 20, я имею в виду Северный Йемен. Так что есть у них и собственные мощности, на которых благодаря иранским технологиям реализуются довольно серьезные проекты, и масса готовых компонентов доставляется из Ирана для узловой сборки. Собственно, готового вооружения, и вот это отверточной узловой сборки. В общем, Йеменцам ударили по чувствительному месту. Кстати, очень иллюстративно, что американская коалиция до сих пор от такого рода сигналов и до сих пор от такого рода ударов воздерживалась. Израиль прибег сразу, я бы так сказал, ну, не к удару ниже пояса, а к чему-то на порядок более значимому для хуситов. Но это отнюдь не значит, что они ублагоразумятся. Тем не менее, вот этот вот шаг со стороны Израиля, на мой взгляд, он был необходимым. По-хорошему он был необходимым гораздо раньше. И по-хорошему, по-гораздо более хорошему он был необходим со стороны американцев, причем со всех точек зрения. И с военной точки зрения, и с точки зрения внушения. Потому что, когда единственная сверхдержава мира действует, исходя из принципа, лишь бы не было войны, лишь бы не было эскалации, говорит об этом на каждом углу и ограничивает себя и своих союзников в разного рода шагах, это сигнал, который на Ближнем Востоке, особенно такого рода движениями, как хуситы, воспринимается неправильно. Он воспринимается как слабость. В итоге они действуют с большей наглостью, все равно приходится прибегать к серьезным шагам в их отношении, но потом. Потому что, когда терпение просто истекает, все равно приходится. Но это происходит с опозданием, с меньшим эффектом, а ущерб, который наносится в промежутке между правильными и неправильными решениями, достаточно серьезный. Ну вот газета Аляхбар цитирует сегодня высокопоставленного йеменского чиновника, который нам угрожает. Он говорит, пятый этап операции преподнесет сионистам много сюрпризов. Мы полны решимости атаковать большое количество портов и жизненно важных объектов сионистского режима в Хайфе, Тель-Авиве и других районах оккупированных территорий. Некоторые из этих операций будут проводиться в одиночку, а некоторые при координации четырех фронтов, а именно Ирака, Сирии, Ливана и Йемена. Ну вот, наверное, надо серьезно относиться к таким вот угрозам. Обратите внимание, что Хайфа и Тель-Авив это оккупированные территории. Безусловно. Кстати говоря, это мы никогда не должны забывать, когда имеем дело с нашими врагами. Даже в официальной заявлении, касавшемся удара по Тель-Авиву, речь была об оккупированном Яфу. Вот это Яфа, это оккупированная Яфа. Весь Израиль для хуситов, которые, кстати говоря, живут в двух тысячах километрах от нас. Вообще являются шиитами, зейдитами по вероисповеданию. Даже, извиняюсь за выражение, мордами лица отличаются существенно и диалектом от местных жителей, от местных арабов. Тем не менее, Израиль для этих людей оккупированная территория сам по себе целиком. Никакие границы 1967 года и ничего другого. И поэтому мы должны всегда помнить этот аспект, когда говорим о наших взаимоотношениях с нашими соседями. Да, потому что это очень важно, потому что в мире многие вот эти розовые единорожки, они же считают, что Хамас напал на Израиль, потому что Израиль не хочет создавать палестинское государство в границах 1967 года. Вот вы считаете, что Хамас же только вот это хочет? Хамас, безусловно, хочет уничтожения государства Израиль целиком и полностью. Цель же боевика Хамаса это смерть на пути к этой священной цели. Это одна из его, собственно, благостных задач, то есть на пути джихада. Ну что там далеко ходить? Можно даже напомнить, что организация освобождения Палестины была, которая вроде бы не Хамасна, она была создана еще до 1967 года. И о какой Палестине и как именно ее освобождать речь, несложно догадаться даже сегодня, потому что тогда не было, как принято сейчас говорить, оккупированных территорий. Но мы сейчас углубились совсем в корне конфликта. Да, давай вернемся к военной стороне, да. К угрозам хуситов. Так вот, угрозам нужно относиться вполне серьезно. У хуситов есть три. Если мы сейчас говорим именно о хуситах, а не тем, с кем они в тесном сотрудничестве могут или попытаются Израиль атаковать, то у хуситов есть все те три средства, которые были с самого начала этой войны и которые никуда не делись. Это беспилотные летательные аппараты, в том числе пресловутые Яфо, которым ударили по Тель-Авиву, способные достигать, видимо, любой точки на территории Израиля, буквально в смысле. Это крылатые ракеты иранского производства, может быть, собранные в Йемене, но иранского производства, иранской конструкции, которые тоже достают до Израиля. И, наконец, баллистические ракеты средней дальности, которые на этом неделе, одна из них была сбита поблизу, скажем так, когда летела на Ирла. Все это у хуситов есть. Кое-что из этого обладает приличной точностью. И поэтому, если они продолжат придерживаться вот этой своей агрессивной стратегии, когда они атакуют не только суда, но и, собственно, суда в Красном море и Индийском океане, но и, собственно, Израиль, стоит ожидать прилета подобных средств и сходить из худшего варианта, что в любую самую такую даже интересную точку Израиля может в любую секунду прилететь, попытаться прилететь, одна или несколько ракет или подобного рода беспилотников. К этому должны, собственно, вот в этой угрозе они, вот в рамках этих угроз, которые озвучены через Аляхбар, они об этом говорят. Это и газовые месторождения, это и хранилища топлива и так далее. Израиль должен быть готов. Израиль находится в боевой готовности. Иногда случаются проколы, в том числе и серьезные, как это было с беспилотником в Тель-Авив. Но мы должны понимать, что стопроцентного успеха не бывает во всей противовоздушной и противоракетной обороне. И железный купол, когда обстреливается Ашкелон, обстреливался, тоже не перехватывал 100% ракет. Хочется надеяться, и для этого я подчеркну, есть основания, что этот беспилотник, который крупный достаточно, который проник через израильскую ПВО и попал в Тель-Авив, что это в большей степени исключение из правил в плане прокола, а не в большей степени правила, как, например, происходит на севере, где Израиль вынужден противостоять мелким беспилотникам, пилотникам, стартующим с очень близкой дистанции, на низкой высоте и атакующим наших военных или населенные пункты в очень кратчайшие сроки, когда нет времени почти на реакцию, когда классические зенитные средства, ну, скажем так, менее актуальны. Даже там, кстати говоря, Израиль неплохо иногда противостоит этой угрозе, но там она более ясна. Например, вчера было сбито 7 из 7, насколько я помню, в ходе атаки в первой половине дня. В целом же успешность перехвата не очень велика на севере, ну, не так, как хотелось бы. Насколько я понимаю, 150 из 300 примерно было перехвачено успешно кинетическими средствами, кое-что еще радиоэлектронная борьба, но в целом это не тот уровень успеха, который ожидается. И главное, это не тот уровень успеха, который ожидается при попытках атак довольно крупных беспилотников, наподобие того, что ударил по Тель-Авиву. В общем, готовым быть нужно. И нужно на каждую атаку еминцев, как мне это выглядит, на каждую атаку хуситов отвечать очень жестко, так, чтобы они несли существенные потери. Существенные потери, что называется, на персональном уровне. Это может подразумевать охоту за их лидерами, их командирами, которые, собственно, дают директиву и которые похваляются в прямом эфире после этого своими, в кавычках, успехами. И, конечно же, удары должны быть таковыми, чтобы влияли на уровень жизни всего населения, которое хуситов поддерживает и которое живет на контролируемой территории. Да они и так голодают, куда им хуже-то еще. Они, во-первых, слухи о голоде, естественно, преувеличены. Морды у них у многих очень даже упитанные. Есть и состоятельные люди, и на БМВ рассекают, и гата у них хватает. Ну, кстати, есть такая шутка, что вот этот самый легкий наркотик гат, надо бы, чтобы ударить больно по хуситам, нужно спалить его, значит, места произрастания. Вот с этим, кстати говоря, сложно. Боюсь, там он растет везде и спалить его сложно будет. Есть у них чувствительные точки, когда у вас нет бензина, когда нет электричества, когда жрать становится, извините за выражение, менее вкусно и, в принципе, меньше, а все эти точки воздействия на хуситов имеются, то принятие решений может измениться, даже если риторика будет очень агрессивной. И в любом случае, то, что произошло в Хадедзе и тому подобные шаги, являются наглядным уроком на будущее и хуситом, и другим. Потому что, когда демонстрируется та самая слабость и неготовность к эскалации, это воспринимается как стимул, как толчок к тому, что можно и нужно действовать. Когда за это платишь цену, мотивация несколько меняется. У многих эта мотивация обнуляется, у некоторых нет, но, безусловно, нужно пытаться повлиять на эту мотивацию. Ничего не делать и проявлять слабость – это в любом случае неподходящий на все 100%. Вот ты говоришь «крылатые ракеты». Крылатая ракета – это фактически большой самолет, который летит на довольно низкой скорости. Летит он далеко. То есть я думаю, что это мы будем сбивать с большой эффективностью. Баллистическая ракета – ну да, это мы будем применять, дорогие противоракеты. Хэтс – это сложно сбивать, но мы видим, что до сих пор сбивали. А вот эти вот беспилотники, при всем понимании террористической угрозы, что он может убить человека. Но там всего 3 килограмма взрывная часть, потому что иначе бы он не долетел сюда. Он весь весит 15 килограмм, из них 3 килограмма боеголовка. Все-таки у еминцев есть большой-большой, у хуситов есть большой недостаток, что им все-таки все это сюда запускать очень и очень далеко. И кроме того, ну я надеюсь, что мы просто тупо добавим этих диспетчеров, которые будут смотреть на мониторы и эти беспилотники засекать. Может, все-таки не надо так преувеличивать их угрозу? Я преувеличивать ничего не стоит, но относиться серьезно нужно. Значит, во-первых, я бы хотел тут с тобой немного не согласиться. Да, я видел эту публикацию про 15 килограмм, боюсь, что там оговорились. Значит, 15 килограмм – это, скорее всего, самой взрывчатки. Сам по себе беспилотник САМАТ-3 – это достаточно большая птичка. Это 4,5 метра размах крыльев и почти 3,2 метра длина фюзеляжа. Это в обычной своей конфигурации. Он не весит сам по себе 15 килограмм, он весит намного больше, но его классическая боеголовка – это 40 килограмм. Вот если ее уменьшить до 15, то это несколько дает понижение его боевых возможностей. Но это тоже плохо. Эффект от попадания в Тель-Авив был очень серьезным. Кстати говоря, 3 килограмма взрывчатки, если бы взорвались именно 3, а не больше, то мы бы не услышали это и в 10, и в 12, и в 15 километрах от Тель-Авива. Человек погиб, могло погибнуть больше людей. Таких беспилотников может прилететь больше. Сколько прилетает в Украину шахидов, мы видим иногда, это может быть и сотня за ночь. И теоретически нельзя исключать, что йеменцы и иранцы запустят огромное количество беспилотников, или, скажем так, десятки. И в любом случае попадания могут быть и в гораздо более, скажем так, чувствительные и проблемные места, чем, например, частное домовладение. И вот тогда ситуация будет несколько иной. И важна психологическая составляющая. То есть даже ведь ракеты СКАД, запущенные судом Хусейном, фактически почти не привели, практически не привели к жертвам, однако эффект был очень велик. Так что то же самое может быть и от эффекта применения беспилотников, тем более на регулярной основе, тем более в больших количествах. Нельзя забывать также о том, что противник совершенствуется. Можно использовать САМАД с пониженным боеголовкой, пониженным весом. А можно использовать некий беспилотник САМАД-5 условный, который создадут, который будет изначально нести большую боеголовку. В общем, все не так просто на самом деле. И касательно крылатых ракет и баллистических ракет я бы тоже не недооценивал. То, что наши ПВО сбивают успешно до сих пор баллистические ракеты, это большой и позитивный признак. Однако важно понимать следующее. Если такая ракета пробивает ПВО, ну то есть проходит, вот нет той самой стопроцентного успеха, и попади она в город или в какой-то важный объект, ущерб будет очень большой. Речь идет о полутонновой боеголовке, иногда и даже тонновой боеголовке. Во-вторых, мы расходуем очень дефицитные, малочисленные боеприпасы-перекватчики. Сколько стоит ракета к Headstream, мне даже думать не хочется. Стоит она очень много, и даже если есть деньги, их не наштампуешь огромное количество. То есть речь идет о штучном, ну не совсем штучном, но почти штучном товаре, который нужен для других противостояний. Крылатые ракеты тоже отдельный разговор. Да, их можно обнаруживать, да, процент их перехвата велик, но сложности здесь есть. Они отвлекают израильские ресурсы. Самолеты вынуждены патрулировать, вместо того, чтобы заниматься другим делом. Должны применять дорогостоящие боеприпасы, например, ракеты воздух-воздух, которые стоят отнюдь не 20 тысяч долларов за штука. В общем, все это крайне проблематично, даже когда мы успешно справляемся с подобного рода задачами. И всегда важно понимать следующее. Противник не сидит сложа руки, противник учится, противник тоже на эмоциях хочет иногда нам отплатить за содеянное. У него есть союзники. Ой, союзники очень, скажем так, настроенные всерьез в отношении Израиля, Амеду, Ирана, Хизбалу. Поэтому нужно быть начеку и нужно быть готовыми к неприятным сюрпризам. Хотя на то они и сюрпризы, что к ним не готовы, как правило. Ну вот мне, честно говоря, Давид, непонятно, почему мы должны готовиться к этим сюрпризам неприятным. Вот учитывая все, что вы сказали, ну, на мой взгляд, вот чисто в военном отношении, из этого следует прямой вывод. Надо, поскольку у хуситов есть возможности нанести нам серьезный ущерб, надо уничтожать, не дожидаясь перитонита. То есть резать. То есть чего мы, почему мы должны ждать, почему у нас опять ключевое слово «отвечать». Вот мы будем теперь ждать, когда что-нибудь еще до нас долетит, и потом мы как бы ответим и снова будем ждать. И вот получается, что это все будет так распадаться на такие эпизоды. Вот они запускают, мы отвечаем. А как бы нет у нас какой-то другой стратегии. Может быть, нам надо как бы решить вопрос в корне, не дожидаясь этого. Давид, я прошу прощения, у нас вновь проникновение беспилотника в район города Кирьячмана и окрестностей. Если слышите нас там, пожалуйста, отправляйте в защищенное помещение. Да, Давид. К сожалению, если в отношении других наших противников, более близких, можно говорить, скажем так, о решениях, или на самом деле решения везде, они проблематичные, приводят, ну скажем так, проблематичные, не стопроцентные. И когда ты решаешь одну проблему, как правило, возникает та или другая. Это нужно всегда помнить, даже когда мы говорим и о Газии, и о Хизбале, и о Иудее и Самарии. Касательно съеменцев и касательно хуситов, ситуация гораздо более проблематична. Мы решить проблему, всерьез решить проблему с теми, кто находится примерно в двух тысячах километрах от нас, очень сложно на самом деле. Ресурсы Израиля и возможности ограничены. Здесь во многом можно уничтожить часть возможностей противника. Можно создать ему тяжелые условия жизни. И можно воздействовать на его шефа, на Тегеран, тем или иными способами, чтобы Тегеран подумал дважды и трижды, а стоит ли нам наускивать своих подопечных на Израиль. Вот эти возможности, которые у Израиля есть. Однако сказать так, что вот Израиль бы захотел и решил эту проблему, к сожалению, захотеть и решить здесь невозможно. Но воздействовать на Тегеран так, чтобы воздействовать, скажем так, на возможности и на мотивацию противника, можно. Дальше смотреть, что получится. Если ты хотя бы преуменьшаешь возможности противника, это уже определенное достижение. Если на тебя прилетит не 20 ракет, а 8, это уже лучше. Ну а мотивация, мотивация это в итоге зависит от их реакции. Израиль сделал важный шаг, я считаю запоздалый, но важный шаг в правильном направлении во всем, что касается удара по хуситам. Естественно, нужно держать в уме и Тегеран. Если не воздействовать на Тегеран должным образом, а это зависит и от Израиля, и от Соединенных Штатов в первую очередь, то мотивация у хуситов вряд ли понизится. И Тегеран мог бы понизить им мотивацию. И когда мы говорим о противодействии Израиля и вот этому вот еменскому формированию, по сути возглавляющим это квази-государство Северный Йемен, мы должны помнить и о политической, внешнеполитической составляющей. Израиль воздерживался до сих пор от ударов по Йемену, в общем-то из-за американских усиленных просьб и давления. Я не знаю, что Израиль получил, что называется, за то, что воздерживался от ударов по Йемену. Но Израиль получил, скажем так, заметную степень защиты, потому что большую часть ракет, это важно помнить, американцы взяли эту функцию на себя. По сути они сказали, вы их не трогайте, мы предпримем все усилия для того, чтобы до вас не долетало почти ничего. И до Израиля долетало на самом деле мало за это время. Огромное количество разного рода ракет и беспилотников перехватили американцы. К сожалению, этого недостаточно. Но в любом случае горящую Худейду увидели везде, на Ближнем Востоке, вот этот наш израильский Дракарис. И я думаю, что все на Ближнем Востоке сделали по этому поводу свои выводы. И сразу понятно... Не сомневаюсь, это был правильный шаг. У кого дракон, сразу понятно. Давид, спасибо вам большое, что нашли время для нашего эфира.